Hello, hello! Привет, друзья! Вы смотрите канал OK English. С вами Елена Викторовна. Мы с вами сегодня в данном уроке разберем текст под названием Small talk about the weather. Милый разговор о погоде. Итак, начнем с самого начала. Что же такое small talk? Может быть, вы слышали такое понятие очень интересное. Дословно переводится как маленький разговор. Когда вы с человеком хотите завязать беседу ни к чему не обязывающую, чтобы не молчать, не создавать неудобных пауз, вы как бы о чем-то говорите. Вот этот вот разговор ни о чем, просто, скажем так, из вежливости на нейтральные темы, называется small talk. Обратите внимание, артикль A здесь не нужен. И как бы самая такая, самая стандартная тема, рабочая практически в 100% случаев, это, конечно, small talk about the weather. Разговор о погоде. И смотрим на картинку как раз в тему. Мужчина говорит nice weather we have today. И женщина другому говорит he is an expert in the art of small talking. Хорошая погодка, да? Как видишь, он эксперт в искусстве маленькой беседы, small talk. Теперь давайте посмотрим на наш сегодняшний текст. Текст, как видите, уместился всего лишь на одном слайде. Два других слайда посвящены толкованию интересных терминов и понятий, которые нам встретятся в тексте. Сперва, друзья мои, мы, конечно же, этот текст послушаем. После этого мы его более детально разберем. Если вы готовы, то раскрываем свои ушки и начинаем воспринимать информацию. Я admit, что я не знаю, что я не знаю, small talk. Когда я с друзьями, я могу просто shoot the breeze all day long. But when I talk to a stranger, or someone I don't know very well, I'm always casting about, searching for something to talk about. Politics and religion are definitely taboo subjects, at least here in the United States. But you have to chat about something, otherwise there are these uncomfortable silences. So we end up talking about, what else, the weather. This usually begins with something like, So, nice weather we're having. Or, it sure is a warm one out there today. Of course, we have to comment on the temperature. My favorite is, It's not the heat that's so bad, it's the humidity. Actually, I think that's true. I hate it most when it's muggy outside. Back in my home state of Minnesota, everyone is obsessed with the weather report. Every TV station has its own meteorologist with a high-tech radar, giving you the five-day forecast. They tell you when the temperature is rising or falling, what kind of clouds are moving in, and how cold the wind chill is. My favorite quote about the weather comes from Mark Twain, who once said that everybody talks about the weather, but no one does anything about it. Окей, думаю, что суть, естественно, ясна. И что же у нас здесь интересного? I admit that I'm not very good at small talk. Я признаюсь, что я не очень хорошо умею вести светскую беседу. Small talk, ну, как вариант перевода, светская беседа, то есть беседа ни к чему не обязывающая, беседа из вежливости о неважных темах. I admit, я признаю. Что именно я признаю? После that мы можем сразу, в виде отдельного предложения, сказать об этом. I'm not very good at. Я не очень хорошо это делаю. Be good at something – это что-то хорошо делать, то есть когда у вас это получается. I'm not very good at. То есть у меня это не очень хорошо получается. И после that мы указываем, что же это. Обратите внимание, после that должно идти или существительное, например, слово talk, либо должен идти герундить, то есть глагол с in, который работает как существительное. I admit that I'm not very good at small talk. When I'm with friends, I can just shoot the breeze all day long. Когда я с друзьями, я могу свистеть целый день или чесать языком целый день. Итак, when I'm with friends, когда я с друзьями, тут все понятно. I can just shoot the breeze. Дословно стрелять ветром, или стрелять ветер. Непонятно, что имеется в виду, но, конечно, по контексту мы догадались, что это устойчивое английское выражение. Should the breeze. Больше характерно, естественно, для американского английского, которое переводится как «чесать языком», «болтать», «свистеть», «лялякать». То есть все что угодно, друзья мои. Какие там в вашем регионе слова используются, для того, чтобы показать, что человек много болтает. Вот один из вариантов. Should the breeze. Should the breeze. I can just shoot the breeze all day long. All day long – весь день напролет, целый день. When I'm with friends, I can just shoot the breeze all day long. But when I talk to a stranger or someone, I don't know very well. I'm always casting about, searching for something to talk about. Но когда я разговариваю с незнакомцем или с кем-то, кого я нехорошо знаю, я всегда мучаюсь, пытаюсь найти, о чем же поговорить. But when I talk to a stranger, но когда я говорю с незнакомцем, stranger – это не странный человек, хотя слово strange переводится как странный. Stranger – это незнакомец. То есть тот, кто для вас неизвестен. Если человека вы никогда ранее не видели, он stranger. Если пришел даже, скажем, я не знаю, в офис к вам, пришел милый молодой человек там или девушка, но вы никогда этого человека ранее не видели, все равно это stranger. But when I talk to a stranger or someone, или говорю с кем-то, теперь пояснение, кто же этот кто-то. Сразу даем предложение, поясняющее без запятых, без союзов. I don't know very well. То есть кто-то, кого я не знаю хорошо, при переводе должен добавить союз, который или кого, ну так требует русская грамматика. И что же при этом случается? I'm always casting about. Searching for something to talk about. I'm always casting about. Cast about – это что-то искать или пытаться найти. То есть cast about или search for something – это синонимы, друзья мои. Ну и слово search, оно, конечно, более известное. Это искать. То есть значение одинаковое. I'm always casting about. Searching for something. И что же мы ищем? Something – что-то. И какое это что-то – to talk about. Чтобы об этом поговорить. But when I talk to a stranger or someone, I don't know very well. I'm always casting about. Searching for something to talk about. Politics and religion are definitely taboo subjects, at least here in the United States. Политика и религия – это однозначно темы табу, по крайней мере, здесь, в Соединенных Штатах. Politics – политика. Religion – религия. То есть ни о том, ни о том. Лучше не говорите даже со знакомыми людьми, потому что может быть скандал. У нас все-таки, мне кажется, пока только политика, наверное, относится к этой категории, а религии все-таки в основном у нас все говорят свободно, потому что в основном все придерживаются одной религии. А в Америке очень много, вы знаете, разных религиозных течений, общей мировых религий. Все там есть, поэтому, чтобы не обидеть чувства верующих, лучше об этом не говорите, друзья мои. Ну и politics, соответственно, это всегда тема, которую надо заводить, если вы хотите с человеком поскандалить. So politics and religion are definitely taboo subjects. Что такое taboo? Taboo – это запрещенная тема. Это негласный запрет, то есть который не обозначен в законе, но все знают, что это запрещено, этого делать нельзя или об этом говорить нельзя. Соответственно, taboo subject – это тема разговора, которая находится под негласным запретом. Politics and religion are definitely, однозначно, definitely, taboo subjects. Кстати, обратите внимание, вот тут вот недавно мне задали интересный вопрос, почему здесь после are вот в таком случае стоит на речи. Ведь мы с вами знаем, что в английском языке после глагола be мы используем прилагательный, например, I am ill, I am happy, I am quick и так далее. Так вот, друзья мои, здесь видите немножко другой случай. Здесь definitely помогает выразить наше мнение, так как слово-пояснитель, поэтому оно как бы, вот в русском языке, если мы будем писать, мы слово однозначно, да, definitely мы его выделим запятыми, потому что оно просто выражает наше мнение и не относится буквально к глаголу be. Поэтому обратите внимание, вот такой вот момент. Politics and religion are definitely taboo subjects, at least here, как минимум здесь, in the United States, в Соединенных Штатах, имеется в виду стесна Америки. But you have to chat about something. Otherwise, there are these uncomfortable silences. Но ведь нужно же о чём-то говорить, иначе возникнут неудобные паузы, некомфортная тишина. But you have to chat, но ты должен болтать. Chat – это болтать. Слово chat у нас русское, естественно, пришло от английского языка, от глагола chat – болтать, то есть разговор ни о чём, болтовня. Have to, ты должен это делать. You have to chat about something. Otherwise, в противном случае, иначе – otherwise. Запоминаем интересное слово. Что же иначе возникнет? There are these uncomfortable silences. Uncomfortable – некомфортный, неудобный. Silence – тишина, silences. Можем здесь воспринимать как паузы. Uncomfortable silences – неудобная тишина. То есть дискомфорт, когда все молчат, вроде сказать что-то надо, и всем неудобно, что сказать нечего и так далее. Думаю, вы сами оказывали в такой ситуации. Действительно, this is really very uncomfortable. But you have to chat about something. Otherwise, there are these uncomfortable silences. So we end up talking about what else? The weather. Поэтому всё приходит к тому, что мы говорим о чём же ещё говорить. О погоде, конечно. So we end up. End up – это не значит, что всё закончилось буквально. End up – это всё приходит к тому, что. То есть вот как итог. So we end up. И обратите внимание, так как у нас здесь up, всё-таки оно работает и как предлог в том числе, поэтому заставляет нас следующий идущий глагол давать форме герунди с окончанием in. So we end up talking. Поэтому всё приходит к тому, что мы говорим. О чём? About what? What else? О чём же ещё говорить? The weather. Погода. This usually begins with something like So nice weather we've been having. Or It sure is a warm one out there today. Ну и обычно всё начинается с чего? С дежурных фраз. Ну что, хорошая у нас сегодня погодка. Или Да, хороший у нас сегодня день. Тёплый денёк. Да? Nice weather we've been having. Или Nice weather we're having. Может встретиться вам вариант. Здесь вот на обложке Nice weather we have today. То есть, видите, по грамматике глагол have может иметь разные варианты. Nice weather we've been having. Показывает, что в последнее время погода хорошая. Потому что we've been having. Present perfect continuous. Он всё-таки заставляет нас охватить какой-то более длинный период. So Nice weather we've been having. Хорошая в последнее время погодка. Запомните этот оборот. Nice weather we've been having. Либо второй вариант. Ну, один из вариантов. It sure is a warm one out there today. Да, сегодня однозначно хороший денёк. It sure is. Сегодня точно. Это точно. Что? A warm one. One заменяет слово погода. Или, может быть, день как вариант. A warm one out there. Там. Today. Сегодня. It sure is a warm one out there today. Да, хороший там сегодня денёк. Хорошая сегодня выдалась погодка. Слово one здесь работает как формальное подлежащее. Ну, в принципе, это не редкость для слова one. У нас даже был целый урок посвящён этой теме в красном Мёрфи. Если интересно, зайдите, посмотрите. Ну, в общем, друзья мои, если хотите завести тему о погоде с носителем языка, то можете сказать так. So, nice weather we've been having. Либо. It sure is a warm one out there today. И вас все поймут. Это как фразовключатель. Ага, хочешь говорить о погоде? Давай говорите о погоде. So, we end up talking about what else. The weather. This usually begins with something like So, nice weather we've been having. Or, it sure is a warm one out there today. Of course, we have to comment on the temperature. И, конечно, нужно же комментировать температуру. We have to. Мы должны, нам нужно, comment, комментировать. Comment on. Прокомментировать что? The temperature. Температуру. My favorite is. It's not the heat that's so bad. It's the humidity. И моя любимая фраза здесь. Мне не жара не нравится. Мне не нравится влажность. Итак, my favorite is. Моя любимая, имеется в виду фраза, это It's not the heat that's so bad. It's the humidity. Так вот. It's not the heat that's so bad. Это не именно жара, которая плохая. Это дословно, да? Не жара плохая. It's the humidity. Влажность, то есть качество bad присуще не жаре, а humidity, влажности. Humidity. Запомните этот термин из погоды. It's not the heat that's so bad. It's the humidity. Actually, I think that's true. I hate it most when it's smuggy outside. И на самом деле я в это действительно верю. Я ненавижу, когда на улице влажно. Как бы влажно и душно. Итак, actually, на самом деле действительно вставное слово. I think that's true. Я думаю, что это правда. И что именно? I hate it most. Я больше всего ненавижу, It как формальное подлежащее. When it's smuggy outside. Когда на улице влажно. Слово магии, по-моему, будем с вами пояснять. Это не просто любая влажность. Это вот такая, знаете, душная влажность. Вот как летом, когда, например, жарко, потом идет дождь. И тело прилипает к одежде. Да, такая вот удушающая влажность. Вот это состояние ближе к слову магии. Actually, I think that's true. I hate it most when it's smuggy outside. Back in my home state in Minnesota, everyone is obsessed with the weather report. В моем родном штате Миннесота все люди озабочены прогнозом погоды. Всю фразу back in my home state of Minnesota понимаем как в моем родном штате Миннесота. То есть тот штат, откуда я родом. Back не означает, что я туда буду ехать. Просто как бы в целом работает все вместе, вот как одна фраза. Everyone is obsessed. Все сошли с ума, все озабочены, все думают только об этом. Be obsessed. Это вот именно быть в таком состоянии, да, в состоянии жуткой озабоченности, когда вы только об этом и думаете. Everyone is obsessed with the weather report. Все озабочены прогнозом погоды. Report. Доклад. Weather report. Соответственно прогноз погоды. Back in my home state of Minnesota, everyone is obsessed with the weather report. Every TV station has its own meteorologist with a high-tech radar giving you the five-day forecast. Любая ТВ-станция имеет своего, собственно, метеоролога с высокотехнологичным радаром, который сообщает вам прогноз погоды пять раз в день. Every TV station. Каждая телевизионная станция, каждый канал, да, has its own meteorologist. Метеоролог. Ну, такое сложное слово, друзья мои. Ну, интуитивно можно догадаться его смыслом. И какой же он этот метеоролог? With a high-tech radar с высокотехнологичным радаром. High-tech. Высокотехнологичный. Tech – это сокращение от technology. Обратите внимание, что CH в данном случае читается действительно как К, а не как Х. Хотя в русском языке техника хочется прямо то Х добавить. Нет, в английском это К. High-tech radar giving you the five-day forecast. Прогноз погоды на пять дней. Это я вам неправильно перевела, друзья мои. Five-day forecast. То есть прогноз погоды на пять дней. Он сообщает не пять раз в день, а на пять дней вперед. Извините, друзья, бывают ошибки по переводу. Ну, в общем, слово forecast – это прогноз погоды. Смотрите, отличается от weather report. Weather report – это именно когда вы смотрите по телевизору прогноз погоды. То есть как бы когда перед вами диктор его рассказывает. Информация о погоде, если ближе. А forecast – это именно само понятие, прогноз погоды. То есть в целом информация о погоде сама как есть. А report – это уже конкретно ближе к подаче информации. So, five-day forecast – это пятидневный прогноз погоды. То есть информация о погоде на пять дней. Every TV station has its own meteorologist with a high-tech radar giving you the five-day forecast. They tell you when the temperature is rising or falling, what kind of clouds are moving in, and how cold the wind chill is. Они вам расскажут, куда температура меняется, вверх или вниз, какие облака двигаются, и насколько холодный ветер. They tell you – вам расскажут. They работает как формальное подлежащее, как one или как it. То есть не переводится буквально, просто занимает ячейку в предложении. Здесь носителям языка удобно что-то вставить. So, they tell you – вам расскажут. Что расскажут? When the temperature is rising or falling. Когда температура растет или падает. Rise – это подниматься вверх. То есть мы говорим по-русски, температура растет. Fall – это падать вниз. Мы по-русски так и говорим, температура падает. What kind of clouds are moving in? Какие облака двигаются? Ну, cloud – это облако, тут понятно. Moving – то есть, ну, как бы перемещаются по небу. And how cold the wind chill is. И насколько холодный ветер. Wind chill – как бы это само понятие по себе холодный ветер. Потому что chill – это прохлада. То есть, прохлада от ветра, если более дословно переводить. То есть, насколько низкая температура у холодного ветра. Вот такой вариант перевода. У меня есть любимая цитата о погоде, которую я взял у Марка Твена. И она говорит о том, что все любят поговорить о погоде, но никто ничего не может поделать с ней. Итак, my favorite quote. Слово quote – это цитата. То есть, когда вы кого-то цитируете, буквально передаете слова какого-то человека, знаменитого, писателя и так далее. В английском языке это называется quote. Есть еще вариант quotation, но все-таки не встречается, но вот как цитата, да, в классическом понимании этого слова. Такое понятие, как quote. My favorite quote about the weather comes from, произошла от, ну, то есть, идет от Марка Твена. Марк Твен, думаю, известный очень. Автор, все о нем слышали. Том Сойер, да, его бессмертное произведение. Who once said, который однажды сказал. И дальше здесь, смотрите, мы даем цитату не в кавычках, но мы ее пересказываем дословно. Просто говорим, who once said that. И дальше идет сама цитата, просто без кавычек, но как цитата, поэтому мы не используем здесь правила косвенной речи. Everybody talks about the weather, but no one does anything about it. Все о погоде говорят, но никто ничего с ней поделать не может. Everybody talks, все говорят, about the weather. Тут понятно, but no one does anything. Do anything about something. Это что-то поделать с ситуацией, то есть, как-то ее изменить. Ну, можем, в принципе, переводить, как все о погоде говорят, но изменить ее никто не может. То есть, говорить говорим, но ничего с ней поделать уже нельзя. No one does anything about it. Я, честно говоря, не знаю, как на русский язык переводится, вот буквально эта цитата, как ее нам подали переводчики. Ну, вот вам мой вариант, друзья. Вы можете, кстати, в комментариях написать правильный вариант данной цитаты, если вы его знаете. Вот мы и разобрали сегодняшний текст. Давайте повторим новые слова и перейдем к толкованию. Small talk – светская беседа. Болтовня ни о чем, чтобы заполнить пустоту и неловкую паузу. Shoot the breeze – чесать языком, болтать. Cast about – искать что-то, пытаться что-то найти. Taboo – табу или негласный запрет. Humidity – влажность, тоже метеорологический термин. Магии – душно. High tech – высокотехнологичная, forecast – прогноз погоды, имеется в виду как информация о состоянии погоды. Wind chill – холодный ветер. And now we'll talk about the meaning of some of the new words and work combinations we've learned today and see the additional examples. Small talk – it's a conversation about things that are not important often between people who do not know each other well. For example, we didn't talk about anything deep. Mostly small talk. So we didn't talk about some important things, about politics, right? We just had small talk. Shoot the breeze – means to spend time talking about things that are not important. So shoot the breeze – it's something you often do when you have small talk. I came here to do some business, not to shoot the breeze. So I came here to work, not just talk about nothing, not shoot the breeze. Cast about – means to search in many different places for something that you need. He messed up and then started casting about for some explanation. So he did something wrong, he messed up. And then he started casting about for some explanation. So he started searching, looking for some explanations. He started casting about for some explanations. Taboo – an action or word that is avoided for religious or social reasons. So taboo – it's something we don't talk about because it will be unpolite, it might be rude, it might be offensive. So there are different situations when something is taboo. Today the topic of political reform is taboo. So we don't talk about that. We think about that. But we don't talk about that. This is taboo. Okay, let's move on. Humidity – measurement of how much water there is in the air. So this is humidity, right? I think you know that in the air there is water. We just can't see it, but it is there. When it's too much water, the humidity is high. When there is very little or no water, the humidity is very low. So, for example, in the desert there is low humidity, right? There is no water. It's very hot and you want to drink all the time. Yes? And when it is rain, the humidity, of course, is 100%. Relative humidity is expected to decrease when temperature increases. This is a part of the weather forecast. Maggi. When the weather is maggi… This is very interesting. Let's read it again. I tried to explain you what maggi is. Now we read it. When the weather is maggi, it is unpleasantly warm and the air contains a lot of water. So, just as I told you, when it is summer, for example, when it's hot or very warm and when it is rainy, the humidity is very high and the feeling you have in your body is very unpleasant. For some people it is hard to breathe. Some people they sweat, they have a lot of sweat. They become sweaty, right? And this is not good. Last night was very hot and maggi so it didn't sleep well. Yes, for example, some people they really don't sleep okay when it is maggi. Actually, I don't like such weather but in summer in my region we very often have such weather. High tech. Using the most advanced and develop machines and methods. This is high tech. So, it has modern technology. It's actually a very high tech product. So, it uses most advanced technology, right? Forecast. A statement of what is judged likely to happen in the future. So, of course, we can't know for sure for 100%. By the way, we also should notice that forecast doesn't mean only something you think will happen with the weather. Forecast may be very different things. Just something you think that might happen. Not the weather. Everything. Yesterday's forecast was wrong. So, when yesterday they told some, they gave some information and today we see that it didn't happen, the forecast was wrong. Wind chill. The wind that is cold but not freezing. So, chill doesn't mean that it is freezing actually. Yes, it means just that it is very cold. The wind chill was very low. So, the wind was cold but it wasn't freezing. The wind chill was low. Okay, I hope that now you know the additional meaning of each word. You see extra examples that might help you to understand the meaning better. I hope you spent your time greatly in my lesson. I hope you've learned some new things. I tried to give you information which I suppose is very important and if it is true just put your thumbs up, leave your comments and look forward to our new lessons. My name is Елена Викторовна. My channel is OK English and wish you all the best in your studies. Okay, see you later. Bye-bye. I admit that I'm not very good at small talk. When I'm with friends I can just shoot the breeze all day long. But when I talk to a stranger or someone I don't know very well I'm always casting about searching for something to talk about. Politics and religion are definitely taboo subjects at least here in the United States. But you have to chat about something otherwise there are these uncomfortable silences. So we end up talking about what else the weather. This usually begins with something like So nice weather we're having or it sure is a warm one out there today. Of course we have to comment on the temperature. My favorite is it's not the heat that's so bad it's the humidity. Actually I think that's true I hate it most when it's muggy outside. Back in my home state of Minnesota everyone is obsessed with the weather report. Every TV station has its own meteorologist with a high-tech radar giving you the five-day forecast. They tell you when the temperature is rising or falling what kind of clouds are moving in and how cold the wind chill is. My favorite quote about the weather comes from Mark Twain who once said that everybody talks about the weather but no one does anything about it.